Всем привет! Добрый вечер, доброе утро, доброе время суток. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему вашему бизнесу не нужно мобильное приложение и об этом мы будем говорить с Сергеем Сазоновым. И Анастасией Чичковой. Ну а с вас лайки, репосты в конце видео и обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Поехали! И сегодня мы будем по очереди с Сергеем задавать разные вопросы, поднимать их и по очереди будем на них отвечать. Сереж, что ты такая? У меня есть сайт, сейчас я делаю мобильную версию сайта. Это сразу и на айфон, и на андроид, это дешевле в обслуживании, он обновляется проще. На сайте что-то новое появилось, это сразу все, кто заходит, видят. Плюс, то есть сайт он и для компьютеров, и для мобильных телефонов. Зачем мне мобильное приложение? Ну, послушай, а как часто ты выходишь со своего смартфона на сайты? Не захожу. А ты знаешь, что на сегодняшний день уже 12 миллиардов мобильных устройств, то есть смартфонов, продано по всему миру? Ммм, до этого не знала. То есть, соответственно, все 12 миллиардов, они не заходят на сайты, так же как и ты? Значит, твой сайт они не увидят? Бывает, несправедливо. К тому же, сайт не может отправлять пуш-уведомления, а на сегодняшний день статистика по открытию пуш-уведомлений 97%. То есть, твое объявление в моментальном режиме увидят 97% твоих клиентов, в отличие от сайта, где ты разместишь его, и его увидят только те, кто на него зашел. Серьезно? Все, я поняла, каюсь. Слушай, а вот тебе такой вариант. У меня есть группа во всех социальных сетях, то есть и ВКонтакте, и в Инстаграме, то есть странички раскручены, то есть у меня сидят для этого люди специально обученные. Зачем, если сейчас люди все в соцсетях, а не в мобильных приложениях? Это аргумент, но если мы с тобой посмотрим, то статистика по социальным сетям очень серьезно упала. Потому что лента новостная там формируется по рейтингу. Если у тебя нет лайков и репостов в первые минуту-две после публикации, то твою новостную вот эту вот ленту никто даже не видит. И получается, что с одной стороны у тебя группа есть, и там много людей, но твою новостную ленту видят только те, кто зашли к тебе в группу. А как много людей каждый день заходят, не знаю, смотреть какую-нибудь услугу, не знаю, по смене обуви для автомобилей, или там по ногтям, или еще почему-то. То есть это услуга, которая нужна периодически. Каждый день ты туда заходить не будешь. Плюс, если мы говорим про приложения, отправляя пуш-нотификейшены, которыми ты повышаешь, то есть ты можешь отправить пуш-нотификейшен, прикрепить к нему ссылку, допустим, на тот же пост в социальных сетях, и открываемость вот этого пуша 97%. Тем самым ты сможешь повысить активность в соцсетях и повысить рейтинг своей группы, и это по накрутке пойдет. То есть у тебя появится больше тех людей, которые к тебе заходят, ставят лайки, больше людей начнут видеть в новостной ленте. То есть и мобильное приложение это не что-то другое, это то, что как раз будет усиливать твой промоушен именно в соцсетях. Серьезно? Сереж, ну смотри, сколько сейчас бизнесов разных? Ну ведь реально много разных бизнесов. Ну если каждый бизнес делает приложение, то это же будет, ну на телефоне просто невозможно ориентироваться. Будет такой огромный совершенно каталог, как я в нем буду ориентироваться и зачем мне это вообще надо? Отличный вопрос. Вот скажи, пожалуйста, бизнесов действительно сейчас много, а у тебя на телефоне, то есть ты вообще пользуешься десятью парикмахерами или там десятью ночевыми сервисами или десятью таксистами? Каждого по одному. И сейчас как раз тот момент, когда бизнесов еще немного, и ты сможешь занять свое место в телефоне своего клиента. Ведь это очень важно, потому что когда будет бизнесов уже много, тебе будет гораздо сложнее это сделать, поэтому именно сейчас тебе нужно быстрее делать мобильное приложение, чтобы быть первым в твоей нише. Серьезно? Слушай, а как тебе такой вариант? Приложение стоит денег, причем много, его надо разрабатывать на разные платформы, плюс техподдержка, плюс продвижение, и за все это надо платить. Ну, здесь смотри, здесь момент такой. Во-первых, дополнительный приток клиентов и повторных покупок, тем более, он всегда стоит денег. То есть любой маркетинговый шаг, любое твое движение, которое приведет к прибыли, оно всегда обходится в какие-то затраты. Да. С другой стороны, когда мы с тобой говорим про приложение, важно понимать, что оно работает 24 на 7. И клиенты сейчас, если мы говорим про интернет, там они находятся 2-3 часа, то в мобильных телефонах они находятся 24 на 7. И иконка твоего приложения будет мелькать перед глазами постоянно у человека. И это очень важно, потому что это момент, который формирует именно отношение к твоему бренду, когда ты постоянно рядом, постоянно перед глазами. Другой момент – это полноценный канал общения с твоим клиентом. Ты можешь усилить, скажем так, обратную связь с клиентом, он может быстро написать тебе отзыв, быстро написать вопрос про твой продукт, ты можешь быстро ему ответить. Он в один клик может заказать твой продукт, он в один клик может тебе позвонить и что-то спросить. Это очень важно сейчас. И если мы с тобой говорим про xApp, то на этой платформе, во-первых, ты делаешь сильно дешевле рыночной цены приложения, и плюс к этому ты одним кликом создаешь приложение сразу на 2 платформы. А сейчас ты 95% рынка мобильных приложений. Сильно. Отличный довод. Спасибо. Серёж, смотри, такой момент. Вот, продвижение, поддержка – это каждый месяц отдавать деньги. Я не хочу. А, то есть вопрос об анплате? Да. Слушай, ну ты ведь платишь об анплату за телефон, ты платишь абонентскую плату за интернет, ты платишь абонентскую плату за квартиру, за коммунальные услуги, и это тебя не смущает. Платишь? Да. Да. Деньги это тебе приносит? Нет. Тут вариант какой? Ты платишь абонентскую плату, с одной стороны, да, но это тебе приносит деньги. Угу. То есть как тебе такой вариант? То есть это же твоя выгода? Да. Логично. Логично. Всё. Так. Ну смотри, есть такая штука. У всех сейчас кнопочный телефон. Зачем у меня мобильное приложение, если у многих кнопочный телефон? У кого, Серёж? Вот по статистике на этот год, уже к октябрю месяц, то есть до Чёрной Пятницы, без учёта новогодних покупок, без учёта покупок в Чёрную Пятницу, а смартфоны, то есть без кнопочных телефонов, про которые ты говоришь, они на первом месте по подаркам в эти праздники. На первом месте. Вот на октябрь этого года было продано уже 12 миллиардов смартфонов. Население нашей славной планеты 7, а продано 12. Есть, конечно, люди, у которых есть кнопочные телефоны по разным причинам. Кто-то не умеет пользоваться, кто-то ещё чего-то. Но если мы говорим про общую массу, то мы говорим как раз, что общая масса сейчас смартфоны. И если ты хочешь расширять свою клиентскую базу, если ты хочешь выходить на новых клиентов, то тебе нужно двигаться именно в этом направлении, потому что это именно та индустрия, которая только развивается. Слушай, да. Ты, наверное, права. Ну, ты, наверное, права, но это сейчас ведь достаточно дорого, и разработка – это долго. Надо работать с программистами. Серьёзно, да, ты сейчас? Ну, ты просто не знаешь про X-Up, потому что, во-первых, средняя рыночная цена, ты прав, с одной стороны, средняя рыночная цена за приложение сейчас в районе 5 тысяч долларов. Это действительно деньги, это действительно не каждый бизнес может себе позволить, но если мы с тобой говорим про X-Up, то это от 250 до 1000 евро. Это сильно ниже рыночной цены, с одной стороны. С другой стороны, если у тебя есть контент, то есть у тебя есть информация, которую ты знаешь точно, если ты хочешь положить её внутрь приложения, то создание приложения, самого тестового варианта, займёт у тебя всего 2-3 часа. И после этого ты отправляешь на публикацию, и процесс публикации занимает, ну, достаточно быстро, у всех по-разному, ну, где-то до недели, но в быстром варианте – это 2-3 дня, иногда даже быстрее. Поэтому дорого и долго – это не про X-Up и не про сейчас. Слушай, не знал. Отличная возможность. Давай делать. Да? Давайте делать приложение вместе с X-Up. Все контакты Сергея и мои вы можете найти под этим видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если для вас это видео сегодняшнее было полезно, интересно или познавательно. А всем до скорого, и я думаю, увидимся с какой-нибудь очередной интересной темой. Если у вас есть, кстати, интересные темы и предложения, о чём стоит поговорить, пишите в комментариях, и мы обязательно рассмотрим эти варианты, и если она будет прям суперинтересная, то мы обязательно её выложим, и вы сможете её смотреть. Спасибо большое. Всех с Новым Годом и Рождеством. До свидания. Пока-пока.